Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Иногда во время игры возникают позиции, в которых хорошо расположенный на вид слон оказывается пустым, то есть он не принимает участия в борьбе, не может противостоять слону соперника. Естественно, сильнейшая сторона получает в этом случае большое преимущество и все шансы на выигрыш. Сегодня, уважаемые зрители, мы с вами рассмотрим очень поучительную партию на эту тему, которая была сыграна в рамках Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Лейпциге в 1960 году. Черными играл временно потерявший в то время звание чемпиона мира Михаил Ботвинник. Его соперником был польский шахматист Альфред Тарновский, который в следующем, 1961 году, завоевал звание чемпиона Польши. Д4 сыграл Тарновский, конь Ф6, Ж3, Д5, слон Ж2, слон Ф5, С4, С6. В этом положении белым неплохо было бы сыграть конь Ф3, но Тарновский забирает на Д5. Как пишет сам Ботвинник, такой ранний размен вряд ли дает белым основание на получение дебютного перевеса. И действительно, после ЦД, конь С3, конь С6, конь Ф3, Е6, 2-0, слон Е7, у черных нет и тени дебютных проблем. В этом положении белым лучше было сыграть конь Аш4, начиная охоту на белопольного слона соперника, с тем, чтобы в дальнейшем продвинуть пешку на Е4 и оживить своего фенкетированного белопольного слона. Но Тарновский просто развивает слона на Ф4 после рокировки Аш3. Конь Е4 играет Ботвинник, захватывая это центральное поле. После ладья С1, ладья С8, белые играют Ж4, прогоняя слона на Ж6. Конь бьет Е4, слон бьет коня. Конь Е5 играет польский шахматист. Очевидно, держа курс на размены, он хочет достичь ничейной гавани. Но далеко не всегда упрощение позиции приводит, в конце концов, к ничьей. Конь бьет Е5, играет Ботвинник. Если забрать на Е4, то после размена на С1, черные берут пешкой. ДЕ, слон С5. И в этом положении у черных уже небольшое позиционное преимущество, благодаря разнице в силе слонов. Но Тарновский, не меняя пешечную структуру, забирает на Е5 слоном. После взятий на Ж2, Ботвинник выходит на А5, нападая на пешку. Защита и Б5. Черные уже готовы захватить форпост на вертикали С. Тарновский меняется на С8, ладья С8. А теперь давайте остановимся и оценим силу слонов соперников. Белый слон на Е5 расположен очень красиво, но на самом деле он является пустым. Чернопольный слон польского шахматиста не имеет конкретных объектов атаки, в то время как чернопольник Ботвинника работает сразу на два фланга. И особенно эффективным будет для проведения атаки на ферзевом фланге. А3 играет Тарновский, ладья С4. Захватывая форпост, Ботвинник фиксирует свой большой позиционный перевес и создает конкретную угрозу. Ходом Ф6 прогнать белого слона из центра и завоевать пешку Д4. Поэтому Тарновский играет ладья Д1, ферзь Б6. Ботвинник продолжает планомерно усиливать позицию. Сейчас он хочет пойти ферзь С6. Также можно продвинуть пешку на А4, прогоняя белого ферзя. И тут от Тарновского для того, чтобы противостоять этому позиционному катку в исполнении Ботвинника, нужно было сыграть очень смело и пойти Х4. Идея этого хода попробовать использовать централизованную позицию слона для создания атаки на черного короля. Брать пешку не следует, потому что после ладья Х1 у белых открывается очень опасная вертикаль. А если черные упорствуют, играют Ж5, то Ф3. И тут открыта не менее опасная диагональ. Белые угрожают ходом ферзя В6. Нужно играть ферзь Д8, слоны В6, ферзь С8, ферзь Е3. И у черного короля большие проблемы. Поэтому после хода Х4 черным лучше сделать запланированный заранее ход ферзь С6. Но тут же 5, ладья Ц2. Белые играют ферзь Е3, не считаясь с материальными потерями. Ставят пешку на Х5 с дальнейшим Х6 и стараются прорезать черные поля, добравшись все-таки до короля соперника. Но Тарновский делает ошибочный ход, ладья Д2 и просто теряет время. Конечно, тут играть Ф6 и далее брать на Д4 черные не могут, потому что есть связка слон Е3. Но ботвинник не спешит завоевывать пешки. Он понимает, что нужно максимально усилить положение, а затем белые пешки, как спелые яблоки, упадут сами. Ферзь С6 играет шестой чемпион мира. После Е3 ставит пешку на А5. Слон Ж3, ладья Ц1. Черные, наконец, начинают вторжение. Ф3, Ф6, слон Ф2, ферзь С4. Посмотрите на чернопольного слона белых. Некогда он стоял в центре на Е5, теперь переместился на Ф2. Совсем уж невзрачная позиция. Своим 25-м ходом ботвинник не только предложил размен ферзей, но и создал угрозу ферзь Ф1. Очень неприятный ход. Если разменяться на С4, то черные забирают пешкой Д, рано или поздно получая проходную пешку. Е4. Белые пытаются создать свою проходную по центру, но она не столь опасна. Б4. Взяли-забрали. Д5. И тут самый точный ход король Ф7. После Д6 спокойный ход слон Д8. На Ф4 черные играют даже не С3, а Б3. Далее можно пойти ладья С2. Также в удобный момент слона 5, либо С3. Объективно позиция для белых здесь уже проиграна. Поэтому Тарновский решил защититься от хода ферзь Ф1 перекрытием. Ферзь Д3. Но плану черных этот ход никак не препятствует. А4, Е4 и ботвинник наконец меняется на Д3. Конечно, бить на Е4 и давать сопернику проходную по вертикали Д ботвинник не намерен. Он просто продвигает свою пешку на Б4. Создается угроза размена на А3. Далее ладья А1 и белые теряют пешку. Размен на Д5 никак не улучшает позицию белых. Поэтому Тарновский вынужден забрать на Б4. Теперь уже он меняется на Д5. Играет ладья Е3, захватывая открытую вертикаль. Но вторжение в лагерь черных не опасно. Ладья С2 играет ботвинник, гарантированно завоевывая пешку Б2. После чего черная пешка А стремительно прорывается в ферзи. Не видя защиты, Тарновский просто сдался. Действительно, если бы он дал шаг ладья Е8 и пошел ладья А8, надеясь на размен пешек, то ботвинник просто сыграл бы слон Е1. Торжество стратегии черных. Бедный слон белых на Ф2 связан и погибает в результате двойного удара, в котором поучаствовал очень мощный чернопольный слон ботвинника. Вот такая замечательная партия, которая еще раз доказывает, что нет правил без исключений. Далеко не всегда красиво стоящая централизованная фигура является полезной. Бывает так, что находящийся в тылу слон оказывает намного большее воздействие на позицию, чем его пустой оппонент в центре. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.